Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Состоялось торжественное открытие новой площадки Дом-2 Остров Любви. В эфире мы сможем посмотреть это событие 7 сентября. На съемках в городских квартирах был звездный гость Александр Буйнов. Вот некоторые комментарии. Буйнов как обезьянка на пляже, с которой все фотографируются. На всех фотках Буйнов улыбается. Только рядом с великим Шансанье он серьезен. Наверное, и осознает, с каким известным человеком ему повезло сфотографироваться. На поляне было предварительное голосование, на котором в одиночках остались Майя Донцова, Тата Абрамсон, Надя Соколовская и новенькая Катя, которая пришла к Диме Дмитренко. Семен Фролов утверждает в своем блоге, что Дима провел с ней ночь. Якобы он сбежал от Оли Рапунцель, пока девушка спала. В последнем номере журнала Дом-2 Настя Волынец рассказала о жизни с бывшим мужем. Девушка очень сильно ревновала бывшего мужа, потому что он занимался массажем. Когда я забеременела, сказала Настя в интервью, мне пришлось уехать в Тверь. На расстоянии я еще больше донимала супруга своими подозрениями. Состоялся проектный суд над Богданом Бобриком. Его обвинили во флирте с посторонними девушками. Богдана посадили на двое суток в изолятор. Андрей Чуев отчитался о ходе стройки. Приступили к обвязке первого фундамента и подготовке к возведению первого дома. Работа идет с раннего утра и пока не стемнеет. На днях бригада начинает делать второй дом. Кристина Лисковец приобрела себе очки. Теперь я все вижу, написала она в блоге. Ее жених Федя Стрелков тоже как-то говорил в видеотрансляции, что зрение у него очень испортилось. И теперь ему придется носить очки постоянно. Команда очкариков. Подписала Кристина этот снимок. Семен Фролов сделал Майе Донцовой ночное романтическое свидание. Он написал в своем микроблоге. Приятно, когда девушка понимает, что от мужчины ничего не нужно требовать и ждать. Что все должно происходить само собой. Ольга Бузова в очередной раз шокировала зрителей своим косноязычием. В сети обсуждают фразу, которую она произнесла. Оля заявила, что верит в любовь до конца гроба. Видимо, она имела в виду любовь до гроба. Эту оговорку Бузовой тут же обсудили в тематических группах в соцсетях. Вчера дочка Ксении Бородиной пошла в первый класс. Моя доченька, сегодня ты стала совсем взрослая. Мамочка провожает тебя в первый класс. Я не буду рассказывать, какая ты у меня умненькая, интеллигентушка. Я просто спокойна за тебя. Я знаю, что у тебя в твоей школьной жизни все будет хорошо. А Элина Камерен впервые повела свою дочь Александру в детский сад. Элина хвастается. Мы в детском саду. Общение на двух языках, русский и английский. Развивалки по программе Монте-Сори. Александре очень нравится. Даша Пынцарь организует в Воронеже интересный флешмоб в свадебный размер. Женщинам предлагается вспомнить день своей свадьбы и прийти в парк в свадебных платьях. Гарантирую вам, крутое настроение, пишет Даша, и совместное супер-селфи в свадебных платьях. У нас будут самые крутые фотки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.